Объём собранных налогов в Подмосковье за год увеличился на 10%. Итоги сегодня подводили на коллегии управления Федеральной налоговой службы. Причина роста не только динамическое и экономическое развитие области, но и повышение эффективности работы налоговиков. О том, как они упрощают жизнь, налогоплательщикам узнала Василиса Елисеева. Московская область вошла в пятёрку лидеров динамично развивающихся регионов России. Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, бизнес растёт. Это подтверждают и цифры. Увеличились объёмы промышленного производства, торговли и строительства. А это позитивно влияет на бюджет. Он увеличивается за счёт налоговых платежей. Так, за прошлый год в казну поступило почти 600 миллиардов рублей. А это на 54 миллиарда больше, чем в позапрошлом. В нашем регионе индекс объёма промышленного производства больше 100%. Сложился за 2015 год примерно около 101%. Объём отгруженных товаров также вырос. Это всё сухие цифры. Если говорить просто, то регион активно развивается. Появляются новые предприятия. И налоговая система становится более прозрачной. Если раньше, чтобы заплатить по счетам, необходимо было отстоять огромную очередь. И собрать кипу бумаг. Теперь всё можно сделать онлайн. Через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Здесь же есть и другие сервисы. Например, «Проверь свою задолженность». Этой услугой пользуются более 600 тысяч граждан. Новая система упрощает жизнь как предпринимателям, так и чиновникам. Последним, в частности, теперь легче отслеживать своевременную уплату налогов. Созданы особые налоговые условия для поддержки малого бизнеса. В 2015 году введены двухлетние налоговые каникулы при применении упрощённой патентной системы налогового вложения для тех индивидуальных предпринимателей, которые впервые зарегистрировались в производственной, социальной и научной сферах. Налоговые реформы на этом не заканчиваются. Взаимоотношения налогоплательщика и государства совсем скоро станут ещё более понятными и простыми. В прошлом году в Московской области провели эксперимент. Более 200 предпринимателей-добровольцев тестировали новые контрольно-кассовые аппараты, пробивали чеки. При этом информация о расчётах автоматически отправлялась в налоговую службу. Элементарно бабушки продают цветы. Не надо с них брать на это деньги. Нужно будет решение техническое простое. Это будет через два с лишним года. Но это решение всё равно должно точно опрозрачивать отношения между теми, кто занимается торговлей или услугами, с государством. Благодаря таким нововведениям меньше становится проверок бизнеса, а следовательно и жалоб налогоплательщиков. В планах ещё создать систему маркировок, чтобы видеть происхождение товара. А ещё внедрить единый реестр для органов ЗАГС, где можно будет отслеживать любые изменения в регистрации личных данных в режиме онлайн. Василиса Елисеева, Андрей Савин, Алексей Аксёнов, Ксения Узунова. Вести. Москва.